Краевой администрации на селекторном совещании заместитель губернатора региона Анна Менькова отметила муниципалитеты, которые добились в этом положительных результатов. Это Краснодар, Сочи, Гулькевичи, Кореновский, Обширонский, Успенский и Славинские районы. Здесь показатели даже ниже среднекраевых. Снизились цифры посмертности от сердечно-сосудистых заболеваний, однако все еще высок порог ухода из жизни из-за онкологии. Анна Менькова еще раз подчеркнула, что необходимо проводить профилактическую работу среди населения. Чтобы выявлять заболевания на ранней стадии. Кроме того, на совещании отметили, что снизилась младенческая смертность, и это результат слаженной работы всех детских врачей. В целом за пять лет на Кубани этот показатель снизился на 30%. И по итогам шести месяцев этого года мы вышли на цифру 3,3 на тысячу родившихся. Это очень хороший показатель. Я уже неоднократно об этом говорила. Сложно достижимый. Этот показатель главным образом говорит о том, что у нас очень хорошо на сегодняшний день налажена работа перинатальных наших центров. И на высоком уровне сегодня работают педиатры и неонатологи в наших перинатальных центрах и роддомах. Говорили на совещании о реализации государственной программы по капитальному ремонту и благоустройству школ и детских садов. В этом году на эти цели были выделены рекордные полмиллиарда рублей. Сейчас из 29 муниципалитетов полностью работы завершены только в восьми районах. Больше всего проблем – в Белореченском, Крымском, Тбилисском и Новокубанском районах. Нам не нужны сейчас письма в наш адрес, что вы там выполните это до 1 сентября. Когда вы говорите, что капитальный ремонт кровли закончится там буквально за две недели, мы понимаем, даже уже я понимаю, что есть просто виды работ, которые требуют месяц. Ход капитального ремонта образовательных учреждений Анна Менькова поставила на особый контроль.